Тем временем пандемия коронавируса и принимаемые ограничения в личном общении людей заставляют жителей Южного Урала пользоваться онлайн-сервисами, например, доставки готовой еды. Насколько они станут популярными и выгодно ли будет пользоваться ими, спросим у эксперта. Сегодня в нашей студии специалист по информационным технологиям Иван Кущ. Здравствуйте. Добрый вечер. Насколько вообще популярны онлайн-сервисы и что пользуется у людей спросом? Ну, на самом деле, в последнее время интернет и все, что связано с онлайном, пользуются большим спросом, причем преимущественно этими сервисами пользуются люди 45 лет и моложе. И, пожалуй, наверное, в топе это как раз всевозможные мультимедийный контент, сериалы, мультфильмы для детей, фильмы. Это особенно в последнее время видеоконференц-связь, то есть всевозможные сервисы, доставка еды, интернет-магазины. Список достаточно обширный. Ну, а что может стать популярным, на что может вырасти спрос сейчас в период пандемии коронавируса? Ну, на самом деле, если мы обратим внимание, то уже начиная с этой недели, даже с пятницы прошлой недели, многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки на тот контент, который содержится на их платформах. То есть люди могут абсолютно беспрепятственно со своего смартфона, компьютера, планшета, либо смарт-телевизора посмотреть сериалы, фильмы. Точно так же с этой недели активно операторы связи продвигают свои услуги на бесплатной основе, как для частных клиентов, так и для бизнесов. Это ВКС-ки видеоконференц-связь, поскольку люди не могут общаться, встречаться, выезжать в командировки, в том числе международные, междугородние. И вот эти сервисы пользуются повышенным спросом, и благо, что операторы сделали их бесплатными. А будет ли как-то перестроена работа онлайн-сервисов из-за пандемии? Ну, на самом деле проведена за последние дни большая техническая работа, чтобы обеспечить вот именно высокую нагрузку тех серверов, на которых содержится тот или иной контент, либо те же самые сервисы видеоконференц-связи. И вот буквально пообщавшись буквально пару часов назад с представителями телеком-компании, они сказали, что проблем никаких абсолютно не будет, поэтому можно и фильмы смотреть, и еду заказывать, и одежду в том числе, пользоваться сервисами доставки как еды, так одежды, так и абсолютно других заказов, общаться друг с другом, все будет хорошо, нормально работать. И самое главное, что, по крайней мере сейчас, многие сервисы становятся бесплатными, и здесь я должен отдать должное представителям телеком-компании. Они не хотят заработать на этом, ну, в лучшем случае, просто некое хорошее положительное мнение о сервисе и о компании сложится, но в это сложное время никто не пытается навариться, в отличие, там, я не знаю, от того, что делают многие люди в интернете. Ну, сейчас турфирмы находятся на грани, не знаю, банкротства, да, многие из-за того, что люди отменяют поездки, и как будут развиваться онлайн-платформы? Ну, на самом деле, это большое такое поле для возможностей, поскольку люди не могут встречаться очно, там, в том числе заниматься обучением, и онлайн-платформы позволяют проводить и дистанционное обучение в школах, в высших учебных занятиях, даже практику в том числе организовывать. Это и разнообразные форматы досуга, когда можно посмотреть, кстати, в США с этой недели даже многие фильмы запускаются не в оффлайновых кинотеатрах, а именно в онлайне. То есть компании, кинокомпании, производители контента идут на беспрецедентные меры для того, чтобы у людей не было плохого настроения, в том числе они продолжали жить точно так же, как это было прежде. А возможно ли какие-то спекуляции вот на данной ситуации, то есть речь идет о повышении цен? Ну, здесь я считаю, что абсолютно нет никаких спекуляций. Многие компании, наоборот, заинтересованы в том, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы не было таких апокалиптических настроений. И благо все это на бесплатной основе организуется в большинстве своем. То есть, соответственно, те компании, которые платили ранее, они продолжают платить. Но вот опять-таки, как минимум, до середины апреля многие сервисы будут бесплатными и спекуляций здесь нет никаких. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, в гостях нашей студии был Иван Кущев.